Ленчик, мы стоим на трассе на Живонной. Сейчас будем перебегать. Слева спокойно. Тихо. Смотрите, сколько здесь манго. Сейчас я пройдусь. Смотрите, сколько здесь манго. И еще манго. Здесь, кстати, на этом рынке представлено 19 видов манго. Представляете, 19. Манго стоит 10 манго за 2 доллара. Самый распространенный вид манго. Называется баннелехо. Вот он. Они растут по дороге. Он самый распространенный. Покупайте. Не стесняйтесь. Очень все вкусно. Белые, сочные. Три пакета. Пять. Ну, один авокадо. Тут очень-очень дешевые манго. Очень дешевые. А Кате вообще их надарили. Там два, там два подарили. Ну что, пошлите. Пойдемте. Это трасса к городу Бани идет. Подъезжаем в город Бани. Расскажу вам немножко про провинцию Бани. И вообще это, можно сказать, это столица манго. Потому что здесь растет примерно 130 видов манго. Но не каждый вид продается. Там есть какие-то свои особенности экспорта за рубеж. Но вот на том рынке, на котором мы были, представлено 19 видов манго. 19. Кто бы мог подумать. А растет, представьте, 130. Здесь климат как раз вот для того, чтобы выращивать манго. И, естественно, так как его здесь очень-очень много. И это считается столицей манго. Здесь проводится фестиваль. Фестиваль манго здесь проводится каждый год. Он проходит в конце июня. Но в этом году, к сожалению, фестиваль отменили. В связи вот с пандемией. И не получилось у нас посетить это такое прекрасное событие. Там, кстати, дают попробовать манго. Мы себе сами устроили фестиваль. Напокупали различные сорта манго. Мы, наверное, взяли 4 вида манго. 4 или 5. Вот. Будем их пробовать. Так сказать. Устрой фестиваль сам себе. Кстати, как раз июнь месяц. Мы. Мы купили 5 пакетов манго. В одном у тебя авокадо. И, получая, мы купили 4 вида манго. Правильно? Ну, что-то такое, да. 5 пакетов. Да. И ты едешь, когда здесь фрутовавка полностью. Знаете, такая гора манго. Дальше проезжаешь, опять гора манго. И хочется взять и скупить их все. Потому что у нас бавара даже в том же самом джумба в супермаркете это стоит в разы дороже. День удался. Наш фестиваль манго удался. Я счастлива. Я вообще обожаю манго и ананасы. Тут очень сильный ветер. Мы на берегу океана. На троих наш обед-ужин уже обошелся в 16 долларов. Пляж Бани в Доминикане его называют черным пляжем. Вот цвет вы видите. Он очень горячий. Ходить босиком нереально. Только в кроссовках либо в тапочках. А сейчас мы поплывем в удивительное место. А куда мы плывем вы сейчас увидите. Очень, очень интересное место. Проплываем мандровое лесо. И направляемся в стаи фламинго. И мы сейчас их будем гонять. Как голубей. В России гоняют голубей, а в Доминикане фламинго. Потихонечку подкрадываемся, подкрадываемся к фламинго. Поехали. 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 Рείка.. Р Bere had the walk through the pub, where the practice shall not be only佛. Поехали... Что самое, dare you? Реаль Доминикан.... Поехали. Они так смешно начинают лететь. Длинные ноги. Вот она, морская соль. настоящая. крупная. Хранится бесконечно, то есть у нее нет срока водности. Вау. 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 То есть, Катя, вот смотрите, вот сейчас по ней Лена ходила, как они дальше ее упаковывают, грязную что ли? Нет, ни в коем случае, здесь находится первоначальный этап добычи и обработки соли, потом они ее обязательно моют холодной водой, потом уже обсушивают еще раз, пакуют и разводят по всей стране, даже за границу Хочу сказать, что именно здесь находятся самые старые сувенинные копии Америки, когда сюда прибыл Христофор Колумб, увидел это классное место, и с 1502 года здесь началась добыча соли Ну, в Домникане они не единственные, но самые старые именно здесь А еще, Катя, ты говорила про эти три домика, что это за удивительные три домика? Раньше здесь их не было, эти дома построены как декорации Однажды мы прибыли сюда с туристической группой и увидели, что здесь происходят съемки какого-то фильма Как потом я узнала, здесь снимался Вин Дизель в фильме Терриэкса Можно найти в самой картине эти эпизоды Обалдеть! Ну, после окончания съемок их не стали ломаться, они остались и служат, ну, с класскими помещениями для инструментов Ну, и для персонала Да, для персонала Прикольно, прикольная история про эти три домика Свет ровно под 45 градусов И Ленчик вообще сейчас сияет Смотрите, доминиканский карантин Очень веселый Круто? Гарантин только в Пунта-Кане Других регионов его нету Вы посмотрите на это Мы такие пришли себе в масках, такие ответственные Смотрим, что здесь все без масок Такие, что будем и позориться в этих масках, да? И сняли все маски А мы заселились в тусовочный отель Сейчас идем тусоваться Как вам такая картинка? Вау! Да? Немножко некомфортно чувствую Потому что вообще в этих краях милые туристы это редко Сюда в основном приезжают сами доминиканцы, санта-доминго, со столицей Поэтому здесь на нас немножко, знаете, так поглядывают с интересом Ну, редко здесь действительно бывают белые туристы Вот, поэтому... А дальше, если ехать в Доминикану, там вообще с интересом будут смотреть, походить и вот так вот трогать Потому что там действительно туристы не доезжают Вот, но... Немножко мне, конечно, некомфортно Да круто! Но здесь очень прикольно И вид, конечно, шикарный Причем мы можем еще искупаться в океане Сейчас мы так и сделаем И походить по мостикам У нас уже скоро закат Точнее, уже закат Какой здесь закат шикарный Здесь можно купить дневной пас 700 песо и 500 песо для детей 500 песо это 10 долларов Ну, 700 песо получаем где-то и долларов 15-14 То есть те, кто не хочет заселяться в отель Могут просто воспользоваться бассейном Таким вот баром Здесь провести день Мы за этот отель заплатили 5000 песо Это 100 долларов за троих Сутки стоят, получаем 100 долларов Это не all inclusive Здесь мы отдельно покупаем завтрак, обед, ужин И что удивительно Многие отели в Доминикане до сих пор находятся на карантине То есть много куда хотели еще попасть Небольшие отели Везде закрыты, говорят Нет, у нас карантин Мы не можем вас впустить Вот, тусовочный отель Открыт, все хорошо Ну и вот такая вот нас улица Вот наша машина припаркована Там он Выборы президентские Скоро будут Видите плакат Гонзала Это слева Это Это претендент на выборы И сейчас я вам покажу наш номер Сниму наш номер Ленчик с душа пришла У нас здесь две двухспальные кровати Мы спим на той Катя на этой И вот такой вот вид Вид, даже видно еще закат Всем привет Доброе утро У нас без десяти пять И мы А, у нас, да, без десяти шесть И мы идем встречать рассвет Катя уже сидит Ждет рассвет Привет Смотри, какие розовые облака Ох ты Лена встречает рассвет Ленчик, как тебе рассвет? Спокойно Хорошо И Катя тоже встречает рассвет О-о-о, драка, драка, драка Смотрите, мы находимся в пустыне Это доминиканская пустыня Мы сейчас попробуемся По дюнам прогуляться И потом туда пойдем Офигеть, вот это да Вау Точно вау Прикольно там пробежаться Пока да, пока песок не горячий Да, мы туда собираемся Все Все Ну что, мы находимся в доминиканской Сахаре Единственная пустыня в Карибском регионе Больше такой нет Она не очень большая Где-то 5 километров длиной А песчаные дюны На одной из которых мы находимся на вершине Где-то метров 12 Это не не место удивительное Потому что посреди тропической страны Находится настоящая пустыня Смотрите, это Карибское море Так как это пустыня Естественно, дожди бывают здесь достаточно редко Но бывают Здесь растут свои своеобразные растения Которые присущи сухому тропическому лесу Вот, например, картофель Можно встретить игуан Их у нас два вида на острове Они оставляют следы Вот такой длинный-длинный след от хвоста И Атланта Ну, не часто пасутся козочки С той стороны виден залив Лас-Кальдерас Это мы вчера плавали там Да Вот в том заливе Горы, ветряки Красота Кто бы мог подумать, что в маленькой Доминикане Которая в 352 раза меньше, чем Россия Будет и тропики, и пустыня И вообще все-все-все, что вы захотите А доминиканцы так и говорят В Доминикане есть все Но это правда Как в Греции Лучше Лучше, чем я Смотрите, не тронутая Дюна Вообще Запрещено бегать по Дюнам Мы, когда были в Чили Сказали По Дюнам бегать нельзя Но так как сейчас карантин Сейчас можно Ветром все равно Это все восстановится Смотрите Какая структура Песка А сейчас Мы будем заниматься Заниматься чем? Покатушками На Дюнах О, ничего себе Круто Круто Покатишься? Давай здесь вот На чистой А он стекает-то Как вода Смотри Мы сейчас Ходили по Доминиканской пустыне Походили Впервые в жизни По Дюнам Потому что В Чили нам Это делать Запрещали Сейчас мы вернулись Уже в отель Время 7-30 утра Пьем Доминиканцы Кофе Молоко Кататься нельзя На уговоры не пошел Он говорит Нет, вот все должно быть четко В газетах пишут Что карантин Что парки закрыты Вот когда откроются Тогда приходите Сейчас ходите с машины Уезжайте Ну, слава богу Полицию не вызвал Не оштрафовал Просто предупредел Вот Ну да Два это у нас и такое Ну а что делать? Ну да Мы на самом деле Уже спускались Реально по Дюнам Мы уже шли К нашей машине К нам навстречу Дядя такой был Строгий Справедливый Молодец, конечно То есть С помощью С помощью таких Некоррумпированных Людей И строится Нормальное государство Он оказался Некоррумпирован Нам принесли еду У меня У меня Карбонара Правда с курицей Уленчика Что это у тебя? Омлет И у Кати Яичница Красота Дюнам 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 Дюнам